Значит, мы сегодня попытаемся продатировать время написания Откровения Иоанна Богослова, то есть последнюю книгу, которая заканчивает на Новый Завет. Ну, общеизвестная точка зрения, она состоит в том, что один из апостолов написал, то есть Иоанн Богослов непосредственно, и, соответственно, это первый век нашей эры. Вторая точка, ну вот, такова, вот, это распространенная позиция. Значит, как мы будем пытаться проверить его возрастового написания? Дело в том, что я постараюсь показать вслед за Морозовым и Фоменко-Сносовским, что там написано ничто такое, ничто иное, как зодиак, и попытаюсь эти результаты их проверить. Моя работа не обладает абсолютно никакой самостоятельной значимостью, она обладает только такой значимостью, что вот человек, который собрался проверять Морозова, Фоменко и Носовского, проделал то же самое, что они, и получил очень близкие результаты, ну, вплоть до одного дня, тем более один год. Значит, что бросается в глаза, когда мы берем откровение святого Иоанна Богослова? Бросается в глаза, что там описана картинка звездного неба. Это и 24 старца, которые преклоняют колени, пересидящие на троне. Почему не 12? Потому что 24, потому что 24, этот небесный круг посредневековый делится на 24 часа. В часах 24. Это и лев, исполненный очей, согласно знаменитой песенке. Это тем, что очи, это обычно так изображали на среди русского гороскопа звезды и всякое прочее. Любой может пойти и после посмотреть на ситуацию, которая описывается в откровении Иоанна Богослова, то складывается впечатление, что здесь описывается некое состояние звездного неба. Почему состояние звездного неба может использоваться нами для датировки событий? Потому что, вот видите, знаки зодиака, их сейчас 12, да, здесь. Через них проходят как бы звезды. Есть эклиптика, так называемая, эклиптика. И по ней ходят все наши планеты. Почему? Потому что эта картина звездного неба, она меняется очень медленно. Звезды от нас далеко, и они меняются, эта картина очень медленно. То есть для человека до самого последнего времени, ну даже для обычного человека, если он смотрит на звездное небо, кажется, что картина звездного неба в северном и самостоятельно южном полушарии все время одна и та же. В то время как планеты находятся близко от нас и проходят с достаточно большой скоростью сквозь эти зодиарки. И ходят, поскольку все планеты находятся в одной плоскости, по одной и той же кривой, так называемой эклиптике. А можно это объяснить, почему все планеты в одной плоскости? А? Потому что в одной... Физики, физики. А, с точки зрения физики, ну можно попытаться, да. Но это факт. Я буду рассматривать это как некий факт. Все планеты приблизительно... А это же чудо же своего рода? Ну не очень. Скорее всего именно там, именно там они, эта звездная система устойчива. На самом деле они тоже немножко наклонены друг к другу. Ну чуть-чуть, очень небольшие градусы. То есть десятые-десятые градусы, скорее всего. То есть отклонение их от этой эклиптики, она невелика. Поэтому, когда мы смотрим на звездное небо, мы видим, что есть звезды, которые непосредственно, есть другие звезды, так называемые планеты, которые по этому звездному небу все время путешествуют. Вот. Тогда их знали всего несколько штук. Это в первую очередь Меркурий, это Венера, это Марс, это Юпитер, это Сатурн. Также к ним, к планетам принадлежало Солнце и Луна. Потому что планеты от слова греческого блуждающие. Да. Как в средневековых гороскопах их изображают? Изображают их по-разному. Ну это колесница, поскольку они едут. Это конь, который скачет, это всадник на коне, это путник в лодке, это путник с посохом, это еще кто-либо еще. Но в любом обязательно важен принцип, что он движется. И движется он по системе звездного неба. Ну кажется сказать, мы придумываем любое первонапавшееся сочетание гороскопа, и оно будет обозначать какое-то время. Но это не так. Ну, например, мы же знаем, что там, где Солнце, там всегда и Меркурий. Там, где Солнце, то там близко всегда Венера. Она на 30 градусов к нему никогда не отклоняется. Потому что это внутренние планеты, они находятся по отношению к Земле ближе, чем по отношению к Солнцу. И вот таковы их данные. Вы что, назад? А? А я что сказал? Сказал, к Земле ближе, чем к Солнцу. А, да. Да, они находятся... Внутренние планеты, они находятся внутри орбиты Земли. Внутри орбиты Земли находятся. Поэтому они к нему близко. И кроме того, если мы случайно подберем какие-то остальные планеты, то, скорее всего, наши данные не будут отвечать ничему. То есть это за решение, сдачка не будет иметь решения. И эту картинку, датировки, люди уже умеют рассчитывать очень давно. А мы гораздо глупее их, но у нас есть компьютер с компьютерными программами. Любой человек может скачать такую программу и рассчитать по имеющемуся гороскопу, то есть по понятию, где что находится. Венера, Валле, допустим. Солнце в Деве или куда-либо еще. По совокупности вот этих параметров можно рассчитать дату. И все. Как можно рассчитать это вручную? Кто такой Мороз? Еще раз, что такое гороскоп? Это вот... Гороскоп это указание. Десять планет в различных... Не десять, семь. Семь планет. А Луна и Солнце. Да, плюс Луна и Солнце. Значит, девять? Нет, семь вместе с Луной и Солнцем. Да. Это Меркурий, Венера. Две... Ну, даже семь планет. Три, пять, пять, семь... Расположение их в определенный момент... Да, в определенных знаках. В знаках зодиака. Вот, я просто не хотел определить. Вот это есть гороскоп. Если мы описываем этот гороскоп, то, скорее всего, то вероятность совпадения такого же положения планет и Солнца, и Луны, соответственно, да, в ближайшем будущем и прошлом. Насколько там определенное положение уникальное? Ну, совсем уникальное. То есть, некоторые положения бывают очень редко. Ну, это, ты понимаешь, нет... А вот, например, если у нас есть гороскоп, можем ли мы однозначно указать дату точно? Не всегда, не всегда. И опять же, я это делаю только... Я все это понимаю и знаю. Просто, чтобы уточнить, ты как рассказываешь? Не всегда. Иногда эта задача имеет несколько решений, иногда эта задача имеет одно единственное решение. Но, чаще всего, если мы произвольно накидаем на 12 знаков зодиака 7 знаков планет, то оно не будет иметь никакого решения. Просто логика со следующим. Если мы сейчас возьмем из Апокалипсиса некоторое расположение планет, которое как бы там указано, неизвестно, указано ли это в качестве гипотезы, и составив как бы из этого описания гороскопа, если получится и решение, то велика вероятность, что это действительно гороскоп, а не просто наша интерпретация к древнему тексту. Да, да. Вот о чем надо сказать. Почему? Потому что более-менее действительно решение уникальное. Да. Ну, поехали, значит, вот эту, значит, ситуацию. Я не буду все перечислять. Это все из книжки, например, Фоменко-Носовского и Морозова в «Октате Христос». Но как это ни делать? Просто это хотелось бы, потому что там гороскоп – это самое важное. Да. Я поэтому буду заниматься непосредственно гороскопом. Или вы мне скажете. Вот, например, мы читаем 6-2. Я видел, что Агнец снял первые семи печатей и услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул. И вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук. И дан ему был венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Конь белый, на нем всадник, имеющий лук. Если мы считаем действительно конь – это планета. Подожди, там, во-первых, это седьмая печать. Семь печати чему-то соответствуют? Первые семи печати, да, соответствуют. Семи планетам? Нет, она будет соответствовать, значит, четырех. Вот семь печати. Не соответствует это семи планетам? Нет, не соответствует. А почему 24 старца соответствовали? Первые четыре, посмотрите, первые четыре соответствуют первым четырех планетам. Странно, хотя казалось бы, было бы логично, если бы семь печати соответствовало семи планетам. Да, это было бы так, но у нас, значит, две планеты резко отличаются от двух остальных, то есть Луна и Солнце. Они гораздо ярче. Несоворазимое количество раз. И звезда утренняя. Мы увидим, что утреннюю звезду… Великолепенера. Да, с ней сделаем нечто особенное. А все обычные стандартные планеты, которые общие, да, и по которым в основном всегда происходит датировка, потому что они такие активные, то есть Марс, Меркурий и Сатурн, и Юпитер, по нём, значит, можно… То есть это всадники? То есть четыре всадника? Да. Значит, когда у тебя… Они на конях. Конь обозначает это планету, а всадник, то есть, например, это то, в каком знаке зодиака они находятся. Вот если конь белый, самая яркая из планет, имеющая белый цвет, это Юпитер. Теперь на нём всадник… Вы думаете, что планета была самая яркая Луна и Солнце? Это, ну, они другие планеты, а среди вот этих обычных планет. А они думают, что две тысячи самых. Все называются планеты. Почему они отличены? Ну, те гораздо ярче. А эти примерно они и те же. Просто здесь есть маленькая натяжка, да? То есть ты сначала отличил всего семь планет и не различал Луну и Солнце, а по тебе… Может быть, может быть, может быть. Ну, вот они, тем не менее, хочется сказать, что Юпитер, Марс и Меркурий, Сатурн и Венера, они находятся в отдельном ряду, отличающихся от Сатурн, от Солнца. И Венера. Но Венеры в этом списке еще трёх первых печати нет. Она раньше была сказана. Первая белая – это Юпитер. Это Юпитер. Значит, садник, имеющий лук. Какой знак зодиака? Стрелец, да? Согласен со мной? Да, это да. Поехали. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «Иди и смотри». «И вышел другой конь рыжий». Конь рыжий. Какая планета? Марс. Почему? Красная планета. «И сидящий на нём дано взять мир с Земли, чтобы убивали друг друга, и дан был большой меч ему». Так. Это значит большой меч. Это, как ни странно, вот человек с большим мечом – это Персей. Это не зодиакальное созвездие, но рядом с ним находятся. Это или близнецы, или телец. Это опять натяжка. Да. Вот и обратите внимание, вот подобного рода натяжки, Морозовской. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий «Хиникс, пшеница, за динарий, и Торхиникс, и чменя за динарий, и лежа, и вина не повреждай». Кто у нас торгует? Меркурий. Меркурий. Так, а когда он держит меру в руке своей? То есть планеты – это у нас лошади. Да. Лошадь никак не торгует. А сверху всадник, ты сам сказал, это всадник. Да, всадник, имеющий меру в руке своей. Весы. Это весы. А планеты почему Меркурий? И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий «Хиникс, пшеница, за динарий, и Торхиникс, и чменя за динарий, и лежа, и вина не повреждай». Вот. То есть там говорится о том, что здесь происходит ротарговка. Ты сказал, что как-то с конем нужно будет. Там было цвета коней, да? Коль вороной. Коль вороной. Меркурий, как правило, не виден, потому что находится очень близко к Солнцу. Поэтому как бы чёрный вороной. Так чёрный. Ну, почти не виден никогда, да. Правильно было. А чёрный хоть тоже видимый чёрный? Ну, плохо, плохо. Ну, как чёрный хоть плохо видимый? По-моему, чёрный как раз в нашем среде, в котором живём, очень хорошо виден. И белый хуже. Ну, там же тоже сказано, вот на предыдущем мире, был рыжий, и сидящий в нём дали взять мир Земли, чтобы ивали друг друга. Марс, Марс. Нет, ну, Марс, это я ещё раз говорю, если вы считаете, что по цвету планеты, ну... Ну, не только по цвету, они ещё вот и голос рядом раздаются, и поэтому мы можем сказать, что здесь речь идёт о Меркурии, допустим. По-моему, это очень разумно, с ним очень просто. Хорошо, а дальше? Дальше. Когда он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящего, иди, смотри. Стоп, а животные? Кто такие животные? Животных я этого не говорил, но там, значит, животных тоже речь идёт. Там они обладают зодиакальный крест, так называемый. Ой, сейчас у меня где-то записано. Ну, не записано. Зодиакальный... Зодиакальный... Животные, это в зодиакальном кресте? Да, да, да. Это свои знаки зодиака. Но они здесь важны, но я от этого хочу просто уйти. Он в состоянии веро-заденции? Нет, 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 нет. Ну, ладно. Значит, давай. И он снял четвёртую печать, и слышал голос четвёртого животного, говорящего, иди, смотри. Я взглянул, и вот кон бледный, на нём садник, имя смерть. Значит, смерть каким связана была обычно? Ну, смерть. Ну, смерть с чем? Знаком зодиака. Знаком зодиака? Да. Смерть обычно связана скорее с планетой. Каприоном? Да. Нет, смерть скорее связана с Сатурном, как планетой, потому что это Сатурн, это Бог, это подземного сарта. Да, и ад следовал за ним, говорится. И дана ему власть на всём счастье земли, мечом и голодом, и мором и зверями земными. Поэтому разумно написать, что это речь идёт о Сатурне, который находится в Скорпионе. Нет, тут про Скорпиона непонятно, потому что это, я ещё говорю, смерть связана с Сатурном, потому что Сатурн... Нет, конь бледный, конь бледный, согласен с Сатурном. Почему? И садник, имя которого ему смерть. Садник, который на нём находится, и мимо смерть. Сатурном, я здесь согласен, много ассоциаций с Сатурном. А то, что здесь... Нет, садник, имя которого ему смерть. Скорпион. Почему? Вот это непонятно. Ну, вот... Ну, и всех зодиаками созвезднее он будет. Да, самое самое главное. Скорпион только и потому, с ним ассоциируется смерть, потому что якобы есть предание, что Скорпион может себя убить. И только. Нет, что он ядовитый? Мало ли ядовитый. Сейчас я здесь посмотреть там, кто там ещё на каких-то ездил. Вот. Значит, господа, поехали дальше. Что-то я тут смотрю. Нет, ну это тоже, скажем, натяжка. Что здесь... Это что-то скорпиона, это натяжка. Что-то, что-то, рак и скорпиона, это разве рад не соответствует? Да. Да, да. Да. Ну, например, есть какой-то козерог. Даже непонятно. Может, козерог это допустим. Но не козерог. Но почему? Ну, потому что не имеем у смерти. А? Не имеем у смерти. Ну, откуда ты знаешь? Что-то козерог делает. Да вообще животное миглическое. Может, он тоже не делает. Дальше. Ну, хорошо. Со всеми натяжками, там, уточнениями, в общем-то, приняли твою вещь. Дальше давай. Четыре планеты разместили. Да. Так вот, на той же диагоге теперь надо разместить Солнце и Луну, да? Неа. А ещё пятка есть. Венера. Венера. Да, Венера осталась. Значит, Венера. Раньше ему говорит, тому, кто я... Тому, кто побеждает, дам мне звезду утреннюю. И во всём апокалипсисе везде сказано, что те, кто побеждает, это сказано, что это лев. Соответственно, сейчас звезда утренняя дана льву. Венера во льве. А где там, у кого побеждает? Там что-то один написано? Да. Тому, кто я побеждает, там я звезду утреннюю. Сейчас я просто накрою, подожди. Где-то я не вижу. Это я просто помню дословно, а слова уже на ЭйПи, и я это затрудняюсь. Потому что у меня все закладки почему-то... Вот смотри, удивительно, что вот из всех созвездий, которые ты перебрал, у нас это обозначили созвездия именно животные. То есть, не попали туда близнецы, не попали туда дьявы, да. А, ну и сыпи только попали, да, там, связанно с Меркурием. А Меркурий в другие места никакой не мог попасть в суде их записания? Да. Да, получилось, что он так, да. Ну давай, как бы дальше. Да, поехали дальше. Сейчас я. Меркурий, то есть я сбил все закладки свои. вырежешь, Платон. Наши паранаучные исследования сейчас как бы... Застановилось. Я потому что сбил свои закладки, как всегда, тон-то толстый. Мне вот интересно, вот есть же чудинов, который на камнях изучает какие-то трещинки, якобы утверждает, что это древние какая-то рунические записи, да, и по ним он может прочитать и какие-то там упоминания каких-то древних богов и прочее, прочее. Он даже куда-то за границу ездил на каком-то мосту, там, с клуба исследовал опоры, что ли, этого моста, и тоже что-то там такое нашел. Они даже издевались люди, когда им просто с фотографию кожи слона показали, и вот тоже да-да-да, здесь вот это написано и вот это написано. Не получается ли так, на самом деле, что при желании в достаточно как бы такой символическом тексте, ну, как апокалипсис является, да, потому что там не говорится же все прямо, говорится достаточно все иносказательно, много животных, знаков каких-то, что мы всегда сможем гороскоп найти. Да, это быть может, это так, да. Но поехали дальше. Надо посмотреть на Киево, насколько получится. Я же говорю, что случайно гороскоп не получится. Это понятно. Поэтому, что доказательство нужно дальше. 12. Явилось на небе великое знамение Жена, облеченная в Солнце, под ногами ее Луна, и во главе ее Венец из 12 звезд. Значит, Луна, Жена, облеченное в Солнце. Это кто? Солнце в 9. Да. Солнце в 9. Солнце или Луна? И под ногами ее Луна. Жена, облеченная в Солнце, и под ногами ее Луна. Солнце в 9. Солнце в 9, а Луна? Тоже в 9. Тоже в 9. Под ногами, да. Тоже в 9. Вот. Все заключается в дом, чтобы говорят, понимаешь, что все это описание, есть описание некого зодиакального состояния. Да, да. Ну, это зодиакальное состояние просто определяет некий момент времени. Да. Да, да, об этом идет речь. Вот мы просто пытаемся понять, гороскоп это или нет. Да. Ну, хорошо, как раз. То есть, то есть, здесь действительно вопрос. То есть смысл перечислить все это самое, если понятно, что есть некое описание, и это описание мы интерпретируем как некое зодиакальное состояние. зодиакальное состояние мы полагаем, что... Однозначно описывает некий момент времени. Не ободозначен, если вдруг окажется сейчас, что это не соответствует никакому моменту времени, то это выяснит, что это неизвестен. Потому что у них есть, например, такая работа, это гороскопы, пройденный в Силби, Силби так называемый гороскоп, сделанный. Я его тоже пересчитывал, там порядка 20 было решений различных. И из этих решений мы выбирали, поскольку считалось, что это гороскоп Иисуса, надо было выбирать в карте которой Он родился 22 декабря. Там такое решение было, оно было одно, единственное. 25, да? Ну, 25, но я не помню. Ну, это не мог Иисус специально родиться в 25 или 22, потому что это чисто астрономическое... Нет, но тем не менее, картину, картинку такую мы делали, и бывает, что решение одно. Ну, вот таким образом, мы видим, что мы однозначно описали все семь наших... Ну, неоднозначно, скажем, с натяжками, какими мы здесь сделали, да, можно, вот этот считать нехит. Ну, значит, главный недостаток это то, что Марс, что он не в зодиакальном созвездии оказался в Персее, то есть он либо в Близнецах, либо в Тельце оказался. Вот. Теперь, как это, эту ситуацию, заверняем мы в компьютер, и компьютер ее просчитывает. Значит, у него есть, по сути, единственный, удовлетворяющий нас ответ, это... Во-первых, сколько решений всего было? Одно. Ну, это... Там же у Фоменко не одно, просто... У Фоменко то же самое решение, когда... Персей распространяется не только на Близнецах или на Тельца, но еще и на Овна. Тогда решений действительно несколько. А если ты... Марс говорит, что Персей находится на Близнецах и Тельце, а это разумно, потому что Персей, получается, связан с Близнецами и Тельцом именно... Про Персей это уже не Зодиак. Это связан с ними, значит, этим Мечным путем. Зодиакальный круг установлен еще в Древней Египте и никакого Персея в них не может. Не надо придумывать то, чего не надо придумывать. Что? При чем здесь вообще Персей? Если мы говорим о Зодиаке и... Это... Тем, что у нас получается, что Марс, значит, человек, которому дан Большой Меч, это Персей. Вот так описывается. Ну, пускай это Персей по моменту. Сам факт состоит, что значит, это не Зодиаке, потому что Зодиаке и Тельцея. Прекрается, как можно описать этот самый... Ну, потому что можно Долукове с Мечом. Почему, почему? Нет, господа, здесь значит... Обратите внимание. Правильная ситуация, что здесь около Скорпиона есть еще Зодиаке созвездия. То есть реально 13 Долукове созвездий в этом в этом вещи. Есть около Скорпиона. Это не важно. Но когда ее пытались привести к 12 знакам, разделить на 12 одинаковых секторов неба по знакам Зодиака, то тогда Змееносцы убрали и вместо него у нас получился расширенный Скорпионом, по сути. Игорь, смотри, просто нельзя нарушать методологию. Если ты говоришь о Зодиакальном созвездии, то ты должен в соответствии с Зодиакальным знаком отобразить положение планеты. А не так, на самом деле, взялся как это пересей. Это значит, это не Зодиакальный облицатель. Это я просто эту работу не выполнял, но она у Фоменко, я объясню почему потом, у Фоменко-Иносовского она выполнена. Значит, у вас картинка, которая есть в мире, она такова, что у вас не звездное небо, и на нем различные Зодиаки. И только в районе Эклиптики, за прямым делом Эклиптика находятся знаки Зодиака. Здесь еще очень много других знаков Зодиака. И поэтому... Нет, они не знаки Зодиака. Знаки Зодиака, а других созвездий. Небо полностью делится на 12 секторов. Да, на 12 секторов, но созвездий этих много. И Персей, он находится как бы телец и близнец, он находится вот здесь, вот так условно говоря, то есть вот здесь планета вот так проходит, а вот около него, вот здесь персик. Хорошо, а если бы мы пытались висеть небо разбитым 12 секторов, и мы наблюдаем небо, то есть мы смотрим на небо и видим. А здесь они объединены вечным путем, как бы, получается. То есть, вот они... Если мы наблюдаем непосредственно момент нахождения планеты, да, что такое зодиак? Это некоторого рода списанность неба... Я не знаю, почему это сделалось. Одна из гипотез, почему я так сделал. Все должно быть страшным и воинственным. Поэтому там скорпионы, люди с мечами и всем прочим. Поэтому, когда получилось, что у нас Марс находится в близнецах и Тельце, где-то там, то взяли первый воинственный знак, который находился здесь. Это же идет знак Каббалифиси, в конце света, поэтому, да. Да нет, нет. Или это опять натяжка, говорящая о том, что... То есть, невозможно описать... Возможно, не идет речь о зодиаке. Невозможно описать, с точки зрения, зодиака при коренце при плеве, рядом были близлежащие. Тем более, что... Почему вы должны обязательно знать о зодиаке? Идир же сказал, что изначально все небо, видимое, разбитое... Это не важно, а соответствует момент времени. Это трудно понять. Друзья, дождите, да что это... С помощью определенных знаков. Какой знак в данном случае используют? В большинстве использовались зодиарки. В данном конкретном случае невозможно было использовать зодиарки. Использовали ближайшее к нему расположение. Тогда какой исторический факт может так интерпретировать? Но если любой исторический факт не интерпретируется? Всегда можно сказать, что если какой-то факт не сходится с твоей схемой, сказать, что этот факт на самом деле, ну вот решили они так и не поэтому не сошлось. Да, но здесь результат. Если мы получим какой-то осмысленный результат, получим осмысленный результат, он сам будет доказывать правильность этой схемы. Ну как правильность? То, что ты указываешь, это значит не зодиакальный созлив. Может быть было непонятно, то ли он в Тельце, то ли в Близнецах, а, допустим, в Персее он был еще раз более ясно. Вы поймете методологию. Вы, конечно, я же с вами, я же вас понимаю. А при чем здесь методология? Ну если не... Вы знаете, я бы сказал, что эта методология не описывает конкретную ситуацию. Ну не описывает и не описывает. Что теперь, совсем выбросить, что ли, ее? Из расчета? И наблюдение, она в любом случае, или в одном, или в другом была. Она не была там. И как переописать? А конкретный момент, она была обязательно в одном созрисии. Потому что не было четко разграничено. Не был там в одном переходном. Он был не там, не сям. Какая планета? Это Марс. Ну Марс, достаточно быстрая планета. Она там через полчаса, через сколько там будет? Ну нет, какие полчаса? Через сколько она будет? Месяца. Месяца. Ну ладно, хорошо. Просто факт состоит в том, что с такими натяжками я могу любой текст, в любом заранее нужном интерпретировать с мыслями. Символически. Еще раз говорю, я объясняю. Достаточно символически, как апокалипсис. Который много, достаточно каких-то символов там, это как-то знало. Понятно, да. Вы сказали вот это, свое фи, то, что у нас здесь, Марс оказался не в зодиакальном созвездии, а оказался в Персии. Когда мы подобного рода забили данные в компьютере, получили ответ, 1486 год, примерно с 25 сентября по 30 сентября. Вот такая. Значит, результат фометка Носовского 1 октября того же самого 1486 года. Интересно, да, что у вас не совпадают эти мужчины? Ну, одни в одни день. Ну, а почему так? То есть, это была, казалось бы, одна и та же программа, один и тот же декст, один и тот же зодиака, посчитали бы по-разному. Почему? Почему она отличается? Потому что, грубо говоря... У Морозова еще третий, наверное, результат, да? У кого? У Морозова. У Морозова какой-то был ранний результат, у 4 века, но там Марс был в Орговне. Вот у него. Про этот результат он тоже знал. Но он написал, что никто же, никто же, не будет в свортом уме верой памяти утверждать, что апокалипсис был написан в 15 веке нашей эры. А дело просто не в этом, просто кручу-верчу, запутать хочу это называется. Это не... Почему? Ну, какая разница между 30 сентября и 1 октября? Да, почему два решения этого, если одна и та же задача математическая, как бы, как ты говоришь, имеет мало решений и однозначные. Нет, еще раз повторяем, что у Морозова, когда у него вместо Тельца и Близнецу, почему? Решение это одно, по сути. Потому что один и тот же год. Но момента, почему другое решение? Потому что красиво записать правильный ответ не неделей, когда наблюдалась такая звездная картина, а записать одной датой. Это дата круглая, это конец моего этого интервала. 1 октября, нет никакой равницы между 1 октября и 31 сентября. 30. 30. Но нету. Это одна и та же дата. И он эту картинку вот так и описывается. Значит, посмотрим на эту картинку более внимательно. Что такое год 1486? 1492 году было 7000 год по византийской эре. Да, 7000 год по византийской эре. И все активно ждали конца света. 7000 год, круглое число. Ну, чего только не происходило. Ремесла там прекращались, много всяких безобразий трогалось в это время. Но его не произошло. И по всей видимости тогда, то есть результат, то что он имеет некий осмысленный смысл. Да, в 7000 году по византийской эре Колумб открывает Америку. По одним данным это фальшивка, подогнали искусственно. А по другим данным ребята просто пытались от конца света спастись. И поплыли, куда глаза глядят. И приплыли. А вывод это какой-то что написан в этом году? Нет, из этого вывода такого не следует. А что-то может следует, что в пятом веке, как ты говоришь, умели считать от зодиаки и вычислили, что в 7000 год по византийской эре. или другое, что взяли, его поставили сюда позже. Или ставили сюда позже. Дату в смысле? Зряк. То есть было откровение Иоанна Богослова, а потом его взяли, отредактировали и ставили в него зряк. как бы, все-таки каббализм, что же от людей пошло? Возможно, каббалисты, как бы, рассчитали на будущие какие-то даты, в том числе и 7000 год рассчитали и внесли и у византийцев, и у греков разные это самое эре. Нет, нет, господа, если бы они рассчитывали и семитичный год, то там другая была б зодиакальная картинка. А это именно 1386. То есть еще оставалось 6 лет до конца света. А ты же понимаешь, прекрасно, что они могли рассчитывать, рассчитывать и как бы ошибиться. Вот нельзя. Это вот ситуация... А они точно считали как математики, да? Они могли ошибиться? Нет, нет, нет. У тебя картинка эта, значит, она, грубо говоря, функция неаналитична. То есть у тебя то, что два близких... Нельзя ошибиться таким образом. Незначительное число, понимаешь? Да. То есть там разлет картины очень большой. То есть хотя даты вроде бы... Либо они могли вычислить, либо не могли. Вопрос в этом состоянии. Нет, просто непонятно, зачем вычислять было 1486 год. Они вычисляли бы 1492 год. Они вычисляли и говорю еще раз ту дату, которую хотели, может быть, не по византийской вере, по другой какой-то, по какому-то другому календарю и вычислили и по нашим сейчас календарям это получается где-то какой-то 1986 год. А на самом деле они вычисляли какую-то свою дату, какую-то свою грандиозную дату. В этом есть определенного рода смысл. Он просто брал, писал на песке различные картинки и вдруг ему показалась вот эта такая страшная картинка неба, особенно привлекательная. И он на него написал открыление Богослова. Нет никакой здесь случайности. Он это вычислил исходя из того неба, которое он видел. Он вычислил просто какой-то год конкретный. И указал его в год. Это очень реально, что он совпал почти рядом с настоящим годом предполагаемого апокалипсиса. Потому что они ждали его. Исходя из Библии после 7000 года ничего не ждали. Это не потому, что ждали как в 1400 году. Это с незапамятных времен, когда люди, которые считали Библию, это даже не так. Почему же тогда не 1492 год он вычислил? Я еще раз объясняю, что человек что-то вычислял как мог, так и вычислил. Это странно, что совпало. Дело в том, что картина неба в 1492 году и в 1486 году кардинально различаются. Принципиально разные. Они не близкие к картине. Еще раз объясняю, это вы вычитываете на том, как на самом деле планеты стоят, а он вычитывал пока тем знаниям, которые у него обладал. Он не обладал. Скорее всего, если бы он так делал, он вычитывал какой-нибудь там хрен знает какой год вообще. Совершенно не близкий к 1492 году. Еще раз объясняю, что ты предполагаешь на самом деле, что он вычислял реальную картину неба. Он вычислял какую-то свою картину неба. Значит, тогда в этом случае он бы попал непонятно куда, а не близко к 1492 году. Еще раз объясняю, мы же еще интерпретировали что Персей там есть. Может быть, стать такими же натяжками можно переинтерпретировать, но уже в другом направлении. Не брать не Персея, брать Овна. Именно как раз то, что Персей меня больше всего и удивляет. Значит, а, да, что я хочу сказать, что я не сделал и что делали Фоменко с Носовским. Они взяли программу гороскоп и просто посчитали реальное положение планет с большой точностью. Не просто как делать программу, которую я пользовался в знаках Зодиака с точностью. Кротинка неба там у них полностью определилась. В Тельце он там находился. А я, знаете, почему перестал этим программой планетарем пользоваться? Я ее, когда установил, первым начал писать эти, впечатления автора, создателя этой программы. И он говорит, раньше в моих старых программах-гороскопах, не гороскопах, а обсерваторах планетарных, да, в ней было, она устроена была таким образом, чтобы показывать ту картину звездного неба, которая была в времена, скажем, великих, известных затмений, известных в истории, например, Фокидида или что-либо еще. Но потом я обратил внимание, что моей программой планетарем начали пользоваться разные другие исследования, в том числе Фоменко и Носовский. На нее ссылаться надо. Теперь у меня сделано все точно. То есть у меня под известные исторические факты затмения, у меня данные теперь не подгоняются. У меня как это есть, так оно и есть. То есть он показывал, что на самом деле программа-гороскопа первоначально была реализована таким образом, что создать, поместить затмение Фокидида, как оно описано, как полное затмение, именно там, где Фокидид. А потом он перестал ее подгонять. Я тебе уверяю, что было дело в следующем инфломентке Носовский. Нашли эту семитричную дату и начали подгонять под эту дату, то есть, знаю, гороскоп, какой был на этот период, там примерно рядом, почему не получился конкретно нужный год, а получился немножко разлет. Он начал подгонять текст этого апокалипсиса. Как раз все наоборот. Морозов. Ну, не знаю, морозов, текстов. То есть, взял, переписал во всех библиотеках остальные результаты и... Нет, ты не перетировал. Почему? Ну, это же, это все же, как бы, ваши интерпретации но это невозможно. Ну, это возможно. Ну, мы же только что, когда читали тексты А ты пойми, что если просто Марсу укажешь не персегием, блинцей или ликнется, ты эту ситуацию не получишь никаким образом. Естественно, как бы, если варианты интерпретации используя методом подгонки и под результат подогнал. Фактически невозможно. Практически невозможно. Он же знал, понимал, какой ему нужен результат. И он это выбрал, тот самый результат, который... То есть, белого коня можно интерпретировать и как рака, и как весы, и как батарея... Как угодно. То есть, белый коня это планета, во-первых, а это... А не зодиака. Белый планет может как Луну, может как Солнцу, белый планет, как Сатурн, Луна и Солнце там задействованы. Жена облаченная в Солнце, в ногах ее Луна. Белого коня можно как любую планету интерпретировать. Точно так же, может быть, рыжего коня подслождаем. И при этом, ты не получишь смыслных дам. Плюс еще на самом деле, а? Не получишь смыслных дам. Еще раз говорю, можно методом подгонки. Мы же все знаем, что такое подгонка. Ставишь, что-то получаешь, с одной стороны подгонишь, с другой стороны подгонишь. Я так понимаю, что в тексте есть некая внутренняя логика. Если ты, грубо говоря, называешь какой-то планетой, то все остальное описание становится полной чушью. Еще раз говорю, что такое подгонка? Ребята, ну вот... Ну как подгонка? Ну ты, кстати, называешь одно... Они такие уж сильные, на самом деле. Еще раз, вы просто не знаете, каббалистика и всякого рода интерпретация текста имеет очень где-то язык, это имеет глубокую историю. И люди, уверяю вас, подгоняли эти тексты под такие уже конструкции, которые, как в своем конечном результате, уже кажется, ну просто совершенными по-другому быть не может. Но если проследить первоначальную, как это все строилось, там очень много делалось... Проблема здесь в следующем. Здесь вся эта система, она принципиальным образом получается, как я называю, неаналитичной. То есть у тебя... Да это все понятно. Не надо рассказывать, все это понятно. Ты планету одну перебинешь в рак, возьмешь в рак, и перекинешь в Марс. Ты получишь результаты... Не надо это объяснять, это все понятно. Просто... Результат может получить, на десятки тысяч лет отличающихся. Он заранее знал, какой результат хочет получить. Ему не надо не было планеты перемещать. Но надо было, чтобы описание совпадало с тем, что написано в этом, в тексте. Вот и все. И что? Почему он не получил нужную дату? Тысяча... Какой-то? Тысяча четыре-десят шестой год, а в 92-й получил в 86-й год. Да, почему? Потому что 92-й не подходил, вот он у него и был, как в 92-м году должен был быть зодиак. Он под описание не подходил. Ну понятно, 91-й не подходил, а 86-й подходил. Да, именно так. Именно так. Он нашел ближайший год, и подогнал. А скажите, правильно ли я понимаю, что с первого октября, где-то по тем-то календарям начинается Новый год? Или с сентября? Первого сентября. С первого сентября, да? То есть, первый новогодний месяц тоже, да, получается? Я говорю, что вот таким образом... Пометки и насоски, на самом деле? Подогнать так нельзя. Ну как я еще объяснил, как только что подогнать? Процедуру сама объяснил. Так вот, я хочу сказать, что пометки и насоски это всегда подгонка, обманы и манипуляции. Это твое личное мнение. Это мое личное мнение, естественно. Но просто надо всегда понимать, я просто в свое время тоже изучал и читал зодиаки, и как он их подгоняет, понужный результат, и в целом, как он выбирает из многих решений одно решение, которое ему нужно, и так далее. То есть, везде, везде всегда есть произвольная воля, она наблюдается просто, что человек очень хочет получить тот результат, который заранее ему известен. Ну, Морозов, в смысле, да? Морозов, Фальменко, Носовский, вся в этой гвардии, в гвардии великих, великих, как бы, этих, гвардии. Я был осажден и сидел в Шестебурской крепости. Так, а Морозов, что получил тот же самый результат, но он-то его не хотел получать, вот этот вот, 1486 год? Я же, Морозов был первый. А что хотел Морозов получить? Ну, 5-й век, который нашел, первое решение с этим, с Марсом в Овне, 5-й век. Так что, ты только же сам рассказывал, что он, конечно, бы взял бы этот результат, он так и написал, но он ему не подходил. Он так и сказал, вряд ли кто-нибудь подумает о том, что апокалипсис мог быть написан в 15-й веке. Для того, чтобы этот результат воспринимать с научной точки зрения, надо, чтобы независимые какие-то эксперты взяли бы не то, что там находится, а многие даты рядом исследовали, и посмотрели, именно, как ты говоришь, не аналитичность, посмотреть надо именно как она все, как это работает, в каком-то диапазоне. И вдруг выяснится, оказывается, что легко подогонять, не будет. Скорее всего, это так. Параметров достаточное количество, какие-то параметры они там, легко подгоняются. Да, господа, я хочу заметить, что у нас есть чрезвычайно две быстрых планеты, так называемые, это Солнце, который... Сейчас, извините, раздай, ты правильно говорил про не аналитичность. Легко подгоняться можно было в том случае, если была бы непрерывная зависимость между смещением планет, допустим, и созвездия, и годом. Саша, ну не ты о том, ты говоришь, никто не о том. У вас, понимаете, у вас как будто бы ученые сначала Морозов, потом Фомин Кеносов взяли текст, они такие совершенно честные, прочитали только что так, как же мы. Потом расставили его на гороскопе и думали, а получится, не получится, измерили и получили. Я уверен, что было не так. Так оно и было, да. Ну, конечно. А на самом деле, эта вот версия таких великих... Морозов-то уж точно больше не хотел этого результата получить. Да я не знаю, как Морозов. Я просто объясняю. Ему-то результат был ни к чему. Сначала, была концепция, какая дата должна быть, а потом... И у Морозова это не было концепцией. Теперь мне он эту дату получил... А почему Морозов вот это, Пятый век не устроил? Его как раз Пятый век устроил. А? Пятый век устроил. То есть его устроил Пятый век, а не устроил 1000... Ну, потому что я считал, что это невозможно, что он был так поздно написан. Поэтому он считал, что надо смотреть это. Но там была проблема связана, что Перси находили, что Марс находился в Овне. А в то время как логично было бы, чтобы он находился бы, грубо говоря, в Тельце. Он все-таки считал, что не в Персее он находится, да? В Персее. Но в Овне, да. Ну, в Персее здесь стоит, вот можно рассчитывать вот этот результат был. В Персее еще и в Овне находится? Нет, он у вас здесь у тебя стоит посередине. Вот здесь он. А почему Персей тогда? Ну, потому что дал вам большой меч. Вот ответ. И он начал считать вот эту штуку. Ну, разумно было, что он находится здесь, в Тельце. Потому что объединены они, например, меч на футбол. В Персее бесполезно говорить. У них как бы везде честная наука. Они берут как бы тексты и просто честные чтения. Если бы он Овна исключил из этой ситуации, у него бы получилось бы тоже одно единственное решение. Ну, во-первых, я подозреваю, что у Морозова совсем другое решение. Просто мне сейчас не проверить это, да? Так, а у тебя есть эта книга? Ну, сейчас укажу. Там же, по-моему, до девятого века несколько решений есть. Он принес книгу Фоменко, конечно. Ну, здесь цитаты оттуда, цитаты даже. Значит, он вот так вот написал по поводу, вот то, что я говорил, Морозов говорит как раз по 1249 году. А решение 1486 года, хотя он его выписывает, он его даже не обсуждает. Он выписывает. А какой там вот дата? 86-й год есть, а дата даже какая? У кого? У него? Не знаю. Ну, это вот это чисто... Не знаю. Чисто политическая тема. Якобы это все есть, он даже его не обсуждает и никаких той... Ну, вот они картинку агроскопом пользуются и изображают. Еще раз говорю, для того, чтобы говорить о том... То есть, я прошу прощения, я говорил не в Тельце, а в Близнецах Марс находится. Правильное решение. Решение рассматривается в Тельце и Близнецов, а правильное решение, оно когда он находится в Близнецах. То есть, я просто перепутал. Вечно путал, вот ниже здесь обходится. Это все понятно. Суть же еще всего этого в том, что это же не просто отдельные факты. Отдельные факты, они устраиваются в некую картину. Это же не просто, что они вычислили этот некий год. Этот год же не просто абсолютен сам по себе. Этот год связан с другими фактами, с другими, так сказать, событиями. Если эта последовательность, она выстраивается в некую цепочку, то почему она не может быть действительностью? Дело же не в этом, дело в том, что... От того, что они посчитали этот факт, он совпал с другими историческими фактами. Какие исторические факты? Ну что, допустим, какой-то посчитали гороскоп. И, допустим, это даже и был гороскоп. Да, гороскоп, допустим, определил некую дату. Эта дата соответствует с другими датами, с другими событиями в это же время, этой же тематике. Почему это не может быть истинной картиной мира? А не той, которую, так сказать, придумали с коллегеной. Я еще раз говорю, что речь идет о том, что мы, допустим, даже при всей той третики, первой, второй звучал, получили какую-то дату. Что эта дата нам дает? Значит, Стас, какие у нас Морозов определил решения? 395-й год, 632-й, 1249-й и 1486-й год. То есть вы видите, на самом деле, что и однозначности нет? А что, как бы... Значит, что Морозов сказал? Морозов говорит, что апокалипсис не мог быть напишен раньше 395-го года. И он удовлетворился этим ответом. А значит, вот этот последний год, 1486-й, который там в Близнецах находится, Марс, и он идеально ему подходит, вот эта, значит, ситуация. Он его даже отказался, его по большому счету. Понимаете, в предыдущие решения, так сказать, они... Чем они отличаются? Тем, что у них Марс в Овне. Во всех трех? Да, я думаю, да. Так это линия? Не могу сказать. То есть у нее каким-то образом то решение, когда в Близнецах забежало, но выездило всю... Знаешь, знаешь... Нет, я даже могу утверждать, что в Овне, по той простой причине, что делал я. Я просто сдавал данные Близнецов и Тельцов. И получал одно единственное решение. Вот то, что я лично делал. Поэтому, все решения, которые есть в Морозово, я их просто не проверял. Скорее всего, они, значит, там получается Марс в Овне. Вот как я... То есть Марс может быть где угодно. В Овне, Близнецах... Ну, Персей, потому что здесь болтается. Ну, какой Персей? Персей, это ваша придумка. Никакого Персея там нету. Персей какой-то. Во-первых, в зодиакальном зодиаке... Что говорит дата в историческом плане? Ну, то, что означает... Какой вывод? Допустим, получили дату. Допустим, вся критика кончилась. Допустим, решили, что это зодиак и получили дату. Дальше. Какие выводы? Значит, скорее всего, откровение Иоанна Богослова было написано в 15 веке нашей... Почему? Ну, я же говорил, что древний автор мог посчитать зодиак и вычислить, когда будет... В 7000 году какой будет зодиак. Да, но почему-то, да, не с 7000 года этот зодиак. Ну, еще раз... Потому что календари непонятные. Византийская вера, другая вера. Это период. Как оно называется? От исчислений? Какого у него было исчислений? Нету такого календаря, который бы там на 6 лет отличался от византийского. Да, неизвестно. Почему нет такого? Из того, что ты не знаешь такого календаря неизвестно... Историкам неизвестно. Историкам? Допустим, историкам неизвестно. Я сейчас не берусь это судить. Я просто... Возможно, на самом деле, сам человек, который вычислял по каким-то причинам какие-то, может быть, поправки делал и так далее. Но эти поправки... Игорь, если бы он делал эти поправки, он улетел бы куда-нибудь неизвестно куда. У вас, получается, последняя планета тоже в трех созвездиях, оказывается, и решение примерно в одну точку попадает. Ладно, хорошо. Написано, написано это... Да нет. Из того, что мы его в ОМИН перекинули, мы вон у нас сколько других решений... Не важно, Игорь. Неважно. Мы получили некий результат. Этот результат согласуется состоять с остальными историческими данными. Значит, я видел ссылку на каком-то форуме. Люди обсуждали главку откровений Иоанна Богослова в Британской академии наук. Результаты точно не помню, но они утверждали, на самом деле, что упоминание в списке книг Библии, они начинаются чуть ли не с 17 века только. Откровения Иоанна Богослова. А до этого его не было. В других изданиях. Да нет. На самом деле... Именно это и является историческими фактами, которые говорят о... Сам я это не проявлял. До тех же временем. Если его раньше не упоминают, то откуда он его взял? Ну вот, не торопитесь, не торопитесь. Я это тоже знаю. Это в православии, действительно, на самом деле, с какого-то данного... Именно апокалипсис, включён в этот сборник Библии, как бы не этот... Он... Это и считается последним, да? Достаточно поздно. Но считается, что в католическом мире его начали и много работ существует, которые по экзегетике, именно апокалипсису, он с незапамятных переменовских там нашёл. Ну, по крайней мере... Есть документы, которые там упоминают, которые есть. Британская академия его проходит. Ну, у нас есть... По-моему, в Синайском... У нас есть большое количество... В Синайском кодексе даже, по-моему, есть. Это Синайский кодек относится к то ли третьему, то ли четвертому веку. Ну, как нашли Синайский кодекс, все мы знаем. Нет. Это всё понятно, что фоменковцы, и никакие авторитеты, никакого значения не имеют. Есть фоменковцы. Есть факты. Фоменковцы. О чём говорят? О чём говорят факты по поводу Синайский кодекса? Ну, нашёл его некий... Как его там фамилию даже забыл? Который нашёл... И его нашёл, и... Да. Много чего я тоже забыл. И много чего нашёл. Ему удивительным образом везло. Приехал на Афон... Он был на самом деле специ... Это немец был? Тришин как-то там... Он, на самом деле, был специальным агентом царя, который специально разыскивал руку рукописи. И недаром именно наша библиотека, Санкт-Петербургская, обладает самыми уникальными редкими рукописи. Потому что он специально ездил и скупал. Да. Ему очень везло. Например, вот этот Синайский список он нашёл следующим образом. Он приехал на Афон, остановился, ему выдали какое-то ведро, где находилась какая-то бумага или программа для растопки. Он посмотрел, и это оказалась древняя Библия. Попросил принести её целиком, и она ему принеслась. Ещё что-то там находил. Можно смотреть вот эту его историю. Но неважно. Это дело же не только в одном кодексе. Просто они-то, может быть, и древние выходило, что найдено они недавно. Ещё раз говорю, много свидетельств и всяких других дел. То есть до сих пор они хранились, и всё было хорошо. Да. Ещё раз говорю, много свидетельств есть, что именно апокалипус в католическом, в латинском виде. Да, там, в давних времёнх интерпретируются. А в православии, действительно, это достаточно новая книга, которая поздно включена в состав. Ну, а как Вы объясните, что в католицизме это давно, там, 10 веков тому назад православие это не так? Я не хочу ничего объяснять, я просто говорю факты. Нет, тут Ваша точка. Вы говорите, что это так не соответствует. Потому что в православии католичество пути разошлись. И, возможно, в православии это не признавали никакие, мало ли там, не признавали никакие пророческие книги. И всё. Достаточно просто. А список книг британской энциклопедии? Я ещё раз говорю, Вы приводите факты, которые я не знаю. Я расскажу то, что я знаю. Точно так же я не знаю, что там Морозов, ты же не рассказываешь точно, что он там, какие даты, как получил, как он интерпретировал, мы же этого не знаем. Ну я рассказываю по собственному вещь. Я сказал, что я согласился с такой интерпретацией, забил данные в компьютер и забался. 15.11.11. Просто сам факт состоит на самом деле, что всё это достаточно такое занятие параноучное, да, я же говорю, поскольку здесь постоянно присутствует желание и возможность мне подгонять. Могу сказать, что против погонки есть два аргумента. Первый аргумент, что Морозов получил решение 15 века, хотя совершенно оно ему было видно. Но мы не знаем об этом, получил или нет, и какая там дата была. Почему? Получил? Получил? Могу сказать, если Морозов. Это так моменты цитируют своего предшественника таким образом? 395-й год, 632-й, 1249-й и 1486-й год. И второй аргумент, что, так сказать, подгонять было бы легко в том случае, если бы была непрерывная зависимость... Нет. Если бы была непрерывная зависимость между... Зачем непрерывная зависимость? Если есть параметр, ты подгоняешь по параметрам. Вот если бы вы точно попали в 1492-й год, я бы сидел молча. Но вы бы не попали. А почему? Здесь параметр, да, ты близкий, смотри, года. Да нет. А речь идет о том, что пришел человек, готовился к концу света. Да. Вышел ночью... И записал. И как ему звездное небо и написал. И все зодиаки, конечно, записывались так. Он посмотрел и записал. Всегда так. Большинство так, да. Да. То есть никогда не вычислялись задним числом. Такое бывало, что и вычислялись задним счетом. Но, как правило, записывались так. И никогда не вычислялись вперед. Никогда не вычислялись. Если ты апеллируешь к каким-то историческим вещам, то даже согласно официальной истории, насколько я знаю, в V веке не умели вычислять зодиаки такие. Египтяне, я не знаю, насчет «вперед», то египтяне там все запамятных времен, если они в Севере историкам, вычисляли зодиаки и записывали в этих своих на гробницах везде. Может быть, я не знаю. Но тогда я говорю, что было бы разумно вышли 1492 годы. В этом разумности никакого нет, в этом есть просто желание какое-то, чтобы было так. Почему так, понятно, в момент концепции он под эту концепцию все концы сводит. Естественно. А у Морозовского много решений. А как Морозовского получил в XV век одно из решений? Ну правильно, а другие решения тебе не устраивает? Почему другие решения есть? Ты говоришь, что невозможно, что у вас единственное решение, а все-таки не единственное? Нет, те решения, значит, когда Марс вовни же? Неизвестно. Да, да, да. Обратным путем я могу сказать, потому что я-то считал, для ситуации Тельца и Близнецов решения искал, я нашел единственное решение 1486 год. Оттуда следует вывод, что Морозовские решения, если они правильные, то там у них вовни. Ну, еще раз говорю, что... Назумно же. Остальные решения не попадают в поле рассмотрения, потому что есть другие исторические факты, которые говорят о том, что это откровение просто появилось в исторических документах позже. Не в 396-х, не было там его в 396-х. Да дело не в этом, еще раз говорю. Как оно могло быть? Это решение просто не попадает. А то появилось там в 17-м веке упоминание о нем, поэтому оно не могло бы появиться в 396-х. Все понятно. Просто возражение следующее. Возможно, это не заяк. И некоторые вещи там наблюдаемые, да видно, что есть и натяжки. Во-вторых, даже если это заяк, возможно, он припарил нас с целью, чтобы заранее получить определенного рода решения. Во-вторых. В-третьих, решений может быть много. Да, никто уже морозовый, их много. И так далее. Возражение достаточно для того, чтобы не делать таких категорических выводов. Вот и все. Я только на сайте остаюсь. Мне это все равно на сайте, когда написано апопокалипсис. Даже если вчера написано, мне тоже все равно. Никто не делает категорических выводов. Это наиболее. Это наиболее. Это наиболее. На взаимосвязь нескольких документов. Несколько фактов. Нет никаких фактов. Но факт о том, что упоминание появилось в 17-м веке. А почему не появилось в 500-м году до нашей эры, в 1000-м году? Какой это факт? В 18-м. Еще раз говорю, это разговор. До этого времени оно что? Где оно утаилось? Тайной было? Володки, да это пустой разговор. Почему ты считаешь, что это факт? Пустой разговор? А то, что вычислили из этого самого, это не пустой разговор? Я считаю, пустой разговор тот, который не проверен. Что-то Игорь сказал, он просто не знает, что он говорит. Неизвестно, что он говорит, о чем. Почему? Он говорит о том, что некие решения были сделаны. В 18-м веке я говорю, что он такое говорит? Я не знаю, что Морозов сказал. Он привел, он взял какую-то книжку на поменку Насовского, где какая-то урезанная цитата. Что вот в конкретном форме она? То есть для того, чтобы это исследовать со всей сторон, мне недостаточно фактов. И поэтому я говорю, что возможно, ваше предположение верны. Но я утверждаю, что есть с другой стороны какие-то противоположные версии. Вы говорили про неаналитичность. Вот в силу этой неаналитичности подогнать так вот практически нереально. Ну еще раз говорю, что это опять же тоже некоторое предположение, что нереально. Я тебе сказал, что если бы Бог был тот самый семитысячный по византийской вере, я бы молчал себе. Как-то человек бы не... Стас, давай уже прекратим этот разговор. Хорошо. Ты прав, я не прав. Мне все равно еще раз говорю. Я просто высказал свои возражения. Все хорошо. Ты, конечно, верю в это, скажи, веру, ибо не лепо. Ну все, все. Да что точно этого же сказать? Чтобы я с вами согласился всегда, в любом случае. У тебя же это так, у тебя же такой момент веры. Он же говорит, что веру ибо лепо. Да. Где же лепо-то? Да лепо-лепо. Ну смотрите, как древние считали тексты. Они всегда хотели получить желаемые результаты. Вычитывали в тексте что ж то хотели получить. Никогда же они не вычитывали, что будет плохо, и прочее. Они всегда текст... А поскольку это божественный текст, всегда говорят о добром. И всем разумеем всегда были добрые. А те, кто пытался здесь плохое прочитать, они сбрасывались из пропасти и не убивали, и прочее. Ну что это вычитывать? Они написали текст, вычитывали... Поэтому, по-моему, это даже давняя традиция вычитывать в тексте как что-нибудь такое-то. Мы вычитываем, а они написали текст. Я просто объясняю, что это давняя, древняя традиция. Взять какой-нибудь текст древний, что-нибудь там вычитать и удивиться. Вот они типа древние там показали, что там писали. Игорь, а я не понял, а что спор вообще за эти 6 лет идет? Что, так это принципиально? Не знаю, я говорю, какой результат получен. Все. Я выполнил вслед за Фоменко-Носовского определенного рода операции и проверил. Экспериментально? Да.